После задержания журналистов Международные общественные организации начали высказывать мнение о том, что в стране нет свободы слова, на что президент Садыр Джапаров в своем интервью отметил, что в Кыргызстане свободу слова была, есть и будет. В Кыргызстане невозможно ограничить свободу слова. Общественность этого не позволит. Те, кто говорят, что в стране нет свободы слова, обычно они, прикрываясь термином свободы слова, делают все, что им заблагорассудится. И все это прекрасно видят. Если бы власть действительно пошла бы на неправомерные шаги против свободы слова, то люди бы поднялись, выражая недовольство. Однако вместе с тем есть и те, кто по-настоящему, опираясь на свободу слова, выражает критику в адрес властей, раскрывает лица коррупционеров во власти. Это совсем другая ситуация. По мнению главы государства, такие люди способствуют очищению государственных структур от недобросовестных чиновников. Сегодня перед государством стоит только одна цель – установить порядок и верховенство закона. У нас все говорят, что хотят, будь то на улице или на просторах интернета. Пусть, говорят, никто не запрещает. Мы, как государство, должны установить в стране порядок и законность, научиться уважать друг друга. Ранее в стране царил хаос. С этого момента мы наведем порядок во всех отраслях. Конечно, для этого нужно время. Невозможно все поставить на нужные рельсы за один день или год. О том, что в сфере масс-медиа, да и в обществе должен быть порядок, отмечают и аналитики, поскольку цифровизация и коммерциализация СМИ внесли существенные изменения в работу средств массовой информации. И в этой ситуации особенно актуален вопрос ответственности представителей масс-медиа. При этом эксперты напоминают, что есть очень щепетильные темы, которые требуют особого подхода и осторожности. Например, это права ребенка, это религиозные вопросы, это межнациональные вопросы, вопросы национальной безопасности и так далее, и так далее. Есть очень такие темы, они изначально очень такие тонкие, изначально они очень опасные. Если с умом эти материалы не подавать, то это всегда возможность, риск того, что все воспламенится очень быстрый. Незнание законов не освобождает ответственности. Государство должно вводить ответственность. Вообще для этого и создается государство. Исторически для этого и создавалось, когда государство защищало бессильного от сильного. Без ответственности права, без ограничения права, это всегда приводит к хаосу. Развитие социальных сетей значительно изменило работу представителей СМИ. Но несмотря на это, средства массовой информации остаются главным инструментом формирования общественного мнения. Кроме общих норм закона или этики, у каждого издания есть своя редакционная политика, при формировании которой большую роль играет источник финансирования. Формируется в зависимости от тех средств, которые мне выделяются. Мы быстро создали большое количество независимых СМИ. Естественно, наша страна не является лидером в экономике. И вот эти независимые СМИ во многом существовали за счет грантов. Сегодня вот благодаря сотовому телефону каждый гражданин Кыргызстана, который владеет, может выкладывать новости, заливать на те социальные платформы, где у него есть аккаунт. И в этих условиях СМИ, конечно, приходится более оперативно работать. Но я еще раз хочу подчеркнуть, исходя из того, что я 25 лет занимался журналистикой, я еще раз хочу подчеркнуть, что граждане все равно, чтобы не залили в социальные сети, граждане все равно будут ждать выпуск новостей КТРК, чтобы это было подтверждено. Действующий закон о СМИ был принят 2 июля 1992 года. По мнению аналитиков, документ практически без изменений проработал на протяжении 30 лет и показал свою эффективность. Однако внесение изменений в этот закон уже требование времени, отмечает Абдекадр Султамбаев, один из тех, кто принимал непосредственное участие в разработке закона о СМИ. Время берет свое. Последние годы у нас очень, мы все стали свидетелем, как развивается информационная технология. Появились интернет-сайты. И это требует, чтобы какой-то их деятельность была на новом законодательстве. И поэтому разработан новый закон о средствах массовой информации. Там учитываются реалии настоящего времени. Некоторые критикуют, что они какое-то ущемляляют право интернет, веб-сайтов. Я очень внимательно прочитал новый закон. Я осторонник, что этот закон был принят. Слухи же о том, что рейтинг свободы слова в Кыргызстане падает, безосновательны. По мнению главы государства, авторами этих рейтингов зачастую являются те, кто, прикрывая свободу слова, прививает вредоносную политику, противоречащую традициям кыргызского народа. Субтитры создавал DimaTorzok